Доброе утро! Доброе утро! В этом году у Грани появился новый арсенал плавательных средств. Это сап-доски, на которых был совершен 100-километровый речной поход. Катамараны, рафты, каяки – все это задействовано в работе с детьми круглый год. Летом на открытом воздухе, зимой тренировки проходят в бассейне «Дельфин». Уже не первый год Центр Грань является организатором соревнований по Конополу. Этим летом вместе с детьми сотрудники Грани отправились в поход в Восточные Саяны, где помогали строить экологическую тропу. Совсем недавно группа вернулась из экспедиции по Алтаю, где они ходили на ледник. Это утро с нами встречает Михаил Непогодин, директор Центра социальной адаптации «Молодежи Грань». Михаил Михайлович. Доброе утро. Доброе утро. Так, поездки на Алтай, на Саяны. Ну-ка, расскажите подробнее. Ну, действительно, мы вышли из Хабаровского края, то есть детишки никогда не видели, никуда не ездили, не летали, не плавали. А сейчас мы существовали два похода. Один Восточный Саяны, это с организацией «Большая Балькайская тропа». Мы познакомились с Андреем на награждении топ-100 лучших проектов России и решили, как говорится, вместе создать вот такой проект. Вернее, писал он, но отправились наши дети в путешествие. И помимо того, что мы посетили, скажем так, горы, высокогорные озера, но мы еще и строили тропу. То есть мы выкладывали гати на болотах, мы выправляли камни. То есть чтобы путешественники, более не такие экстремальные, как мы, могли легче путешествовать по, скажем так, к тропе Шумака. Есть такое место очень интересное с горячими источниками и так далее. Ну и, соответственно, для нас это был очень большой колорит, потому что одним из интересных людей, это был директор интерната, занимается с детьми, и, соответственно, вместе с детьми с Бурятской республики, то есть наши дети, вместе мы это все организовывали и делали. А для детей был колорит не как просто в походе ты идешь с языком, а они катались на лошадях, они видели, как люди строят избушки. То есть все это своими руками. То есть мы пели песни, там был очень тоже интересный дядька, он 7 лет вообще в Африке проработал гидом, то есть пел песни, то есть это был просто колорит. А что касается Алтая, это немножко другое путешествие. Это 150 километров мы прошли пешком с рюкзаками, с грузом, с продуктами. Самому маленькому было 7 лет у нас. А сколько шли по времени? Ну, 10 дней мы шли по времени. Очень интересное место – ледник Маошей, до которого мы добрались не все, правда, но тем не менее это замечательный такой ледник, огромный. Залезли мы на часть ледника, увидели трещину, огромные водопады текущие прям по леднику. Дальше Каракабакские озера, Шавлинские озера – это известное место, многие путешественники туда, скажем, могут попасть элементарно. Помимо походов, про которые вы рассказываете, Алтай, Саяны, лето – это очень активное время у вас, я знаю. Что вообще происходит летом? Ну, на самом деле мы не пешеходники, мы водники. И поэтому практически весь круглый год мы плаваем где-нибудь. Либо в бассейне «Дельфин», огромное спасибо администрации бассейну. Ну, а как приходит вода, мы начинаем плавать по речкам Кема, Акишма. В этом году вот прошли на Яворине с детьми на сабдосках. Это что-то новое для нас, да, интересное. И, соответственно, речные, морские, катамараны, рафты, сабдоски – все это, ну, вообще водные процедуры, живая вода. Слово «живая вода» – что это такое? Окропил живой водой – душа вернулась. И вот мы пытаемся вернуть душу нашим детям, то есть чтобы они немножечко оторвались от этого информационного пространства и погрузились в настоящий мир, в настоящую природу. Ну, и в течение этого лета мы уже побывали в нескольких походах, и сейчас планируем еще наш август и сентябрь впереди. Ну, вот у нас, как раз, это Японское море, да, у вас впереди, кто поедет, и там явно тоже не по овощному методу отдыхать, тоже очень активный отдых будет, да? Конечно. Вот смотрите, дело, что как, каждый год мы с друзьями ездим на море. И лагеря наши, ну, примерно под 40-50 человек, детей, и, соответственно, мы учимся скалолазанию, собираем грибы по лесу, бегаем, то есть зарядки по утрам. В прошлом году мы познакомились с патриотическим клубом, прям с Кавалерова, и вместе там проводили время. Ну, а так садимся на байдарки, едем смотреть сивычей, едем на отроги красивые, то есть также в другую сторону мы едем, в бухту, где есть киоски, мы покупаем мороженое, кушаем вместе с детьми. Вот, но все дети готовят самостоятельно, это палаточный лагерь, это как бы туристический такой момент, и время от времени мы меняем места дислокации, то есть это преображение, где есть парк драконов, где есть там интересные там батареи, есть звезда Приморья, водопад 20-метровый. В этом году мы поедем в Кавалерово, где будет также очень интересно. Там холодней, но зато там меньше народу. Потому что, знаете, как вот бывает, что на юге нашей страны даже сесть невозможно, можно только стоять загорать. А нам нужна... Ну, вы сидите, не собираетесь. Конечно, да, поэтому... А что касается спартакиады, вот всех спортивных таких моментов? Спартакиады, каждый год, опять же, вот Газпром проводит спартакиаду среди детских домов, и мы являемся просто организаторами этой спартакиады. Так как мы, в принципе, и так занимаемся постоянно, то ходим в пещеры, то есть являемся таким ресурсным центром для путешествий для детских домов. То это действительно правильно, и мы в этом году проведем это на карьере села Матвеевка. Это будет и спортивное ориентирование, и рафтинг, и дети покатаются на сабдосках. Также будет полсопрепятствия, скалолазание, скальный стенд, то есть стрельба из лука. То есть это много-много этапов для 9-10 детских домов. Самурска, Комсомольска, Хабаровска, Переяславки, Найхина. Вот всех объединяем, и, соответственно, детям радостно, здорово. Получают призы, это замечательно. У нас сегодня в Хабаровском крае достаточно много путешественников, самостоятельных, которые путешествуют по красотам Дальнего Востока, и они снимают это все, и мы это все можем видеть на фестивале фильмов. Грайн, какие планы сегодня относительно этого фестиваля? Вот вы знаете, даже вот в этом году, в 21-м году, мы уже расширились. Мы не только, обычно люди, ну, уже сознательного возраста, мы расширились в сторону детей. То есть мы провели конкурсы среди детей вместе с городской библиотекой, с нашей, то есть с системой библиотек. То есть мы провели такие конкурсы для клубов туристических, детских, кто представил нам работы. И я думаю, что мы расширяться будем в сторону того, чтобы наших детей инициировать. Потому что одно дело, когда ты посмотрел красоту, а другое дело, когда ты поделился, и ты можешь, как вот, не знаю, действительно, заразить еще кучу народу. То есть ты говоришь, а что ты в телефоне лазишь? Смотри, как вот я ходил в поход. И действительно, дети будут подтягиваться. Но наша задача с вами, чтобы родители не боялись. То есть потому что мы понимаем, что есть безопасность, и те родители, которые родились уже после Советского Союза, они не знают, что такое пионерский костер, туризм и так далее. Поэтому они немножечко боятся. Так вот, чтобы они не боялись, нужно вот эту культуру вводить, чтобы в том числе не только в коммерческом плане, можно заплатить деньги и пойти в поход, но можно и самому посмотреть наши красоты, нашего там, хекцира, там сплавятся где-то по речке. Но для этого необходимо немножко обладать знаниями. Поэтому мы хотим поделиться знаниями с людьми, чтобы они могли самостоятельно путешествовать и, не знаю, то есть дарить своим детям радость. Тем более это объединяет семьи. Вот мы говорим, многодетные семьи. Буквально позавчера мы провели день с приемными семьями. Мы катались на карьере, на рафтах, на сабдосках. То есть каждый день что-то происходит, и мы максимально пытаемся увлечь в этот удивительный мир природы, туризма, там расслабляется организм, да, то есть получается мы все в стрессе. Город это стресс. Действительно, вышел там, тут трамвай проехал мимо, тут там что-то кто-то поругался, тут какая-то грязь. Ну и про грязь тоже хочется сказать. Одно же, как мы с Байкальской экологической тропе, хочется, ребята, ну все ездят на пикники, ну имейте немножко какое-то уважение к себе. Вы же сюда же придете, и вот валяются бутылки, и мы постоянно с детьми убираем карьер села Матвеевки. Вот я говорю, вот близ кафе Странник, есть такой карьер, ну ребята приходят и все, бросают, ну потом там мешками это все выносим. Ну некрасиво, некрасиво. Посмотрите себя, исправьте себя. Ой, вы вдохновляете. Спасибо большое. Знаете, жизнь гораздо интереснее и более насыщенна, чем нам кажется, глядя из нашей квартиры. Просто выходите из этой квартиры и посмотрите на природу. Там есть много чего интересного. У нас в гостях был Михаил Непогодин, директор Центра социальной адаптации «Молодежи Гранит».